Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Ликбез. Был ли социализм в СССР?» Роман Осин. Сейчас мы узнаем, был ли в СССР социализм. А то некоторые злые языки говорят, что в России был Госкап. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Программа «Политликбез» в прошлый выпуск. Господа, товарищи в Северной Корее. Мы с вами говорили о том, что такое социализм, что такое коммунизм и что такое капитализм. А сегодня мы поговорим с вами о том, а был ли, собственно, социализм в Советском Союзе. И тема эта выбрана не... Знаете, на кого он похож? Он похож на этого, на маньяка Дэвида Берковица, сын Сэма, который в возлюбленных убивал из пистолета. Ну, влюбленных, то есть, убивал из пистолета. Так, правильнее. ...спроста. Несмотря на, казалось бы, ее избитость и замыленность, тем не менее, и в комментариях... У него даже глазницы в черепе на разном уровне. То есть, он настолько коммунист, что... Простите. ...к нашим роликам. И на различных дискуссиях очень часто можно слышать точку зрения, согласно которой никакого социализма в Советском Союзе не было. И эту точку зрения озвучивают как многие рядовые... Сверхчеловек-паламброза перед нами. ...и левые активисты, так и многие представители, в общем-то, достаточно медийные и известные в левом движении. Поэтому стоит и разобрать данный вопрос в нашем сегодняшнем выпуске. Так был ли социализм в Советском Союзе? Для начала стоит напомнить вообще, что такое социализм. И как вы... Для начала стоит понять, что у вас с хордовой лицевой симметрией, как бы... Помните из прошлых наших роликов, социализм это не какая-то застывшая схема, это не какая-то застывшая модель, как нам иногда пытаются преподнести. А это процесс, процесс борьбы, процесс борьбы, в котором новый, нарождающийся... Социализм это процесс, интересно. Коммунистический строй вытесняет старый строй, и в конечном счете это борьба с товарным производством, это борьба за бесклассовое общество, это борьба за усиление... Ну то есть без диалектики здесь не обойдется, да. То есть как бы товарное производство было, но с ним боролись. Диктатура пролетариата и в конечном... Наверное с ним боролись за счет того, что товаров производили мало, и поэтому был дефицит. То есть это был не дефицит, это был просто способ борьбы с товарным производством. В итоге за отмирание всякого государства, короче говоря, это... Ну, вы боролись за то, чтобы государство отмерло, но в девяносто первом году оно отмерло. Вы достигли своей цели, как писал Пелевин, Советский Союз настолько улучшился, что перестал существовать. То есть ваша конечная цель какая? Чтобы государство умерло. Правильно? Правильно. Все, ваше государство умерло. Вы взяли власть, вы 70 лет работали напряженно. Сначала социализм, потом развитой социализм, потом хуяк, и государство отмерло за ненадобностью. То есть вы достигли своей цели, вы победили. Профит. Это борьба тех самых родимых пятен капитализма, о которых говорил еще Маркс, которые достаются в наследство после социалистической революции, и борьба нового, нарождающегося коммунизма. И борьба эта отнюдь не обещает быть легкой. Никто не обещал стерильного книжного пути к социализму и коммунизму. Никто не обещал, что этот путь будет как некая прямая линия, ведущая вверх и не знающая никаких обратных отклонений, изгибов. Нет, это сложный диалектический процесс борьбы с старого с новым. И этот процесс может выступать в самых различных формах и сопровождаться в том числе и откатами назад. Исходя из этого понимания социализма, мы и должны рассматривать практику строительства нового общества. А практика такого строительства может быть очень многообразной. В том числе и не вписывающейся в традиционные схемы. Я напомню, что чистоплюи прошлого, которые считали, что Россия не готова к социализму, потому что нету большинства у рабочего класса. Напомню, что так считали для своего времени, в общем-то, выдающие. В чате пишут, что социализм это стремление к социализму. А вот это уже триалектика, может быть даже квадролектика. Теоретики марксизма, Плеханов и Каутский. Они закончили в итоге тем, что отказались принять социалистическую революцию в России. И известные работы Каутского, работы Плеханова и других деятелей второго интернационала, которые, в общем-то, показывают, что фактически данные мыслители, внесшие очень серьезный вклад на определенном этапе распространения марксизма в России, в час икс оказались, по сути дела, по другую сторону баррикад. Другой пример, троцкисты, которые, безусловно, внесли на определенном этапе революции вклад в развитие революционного движения. И, тем не менее, когда стала задача практического строительства социалистов... Чувствуется, кстати, склейка монтажная, там, где он долго перечислял, видимо, достижения троцкистов, потом в итоге все это вырезали. ...социализма, они тоже, по сути дела, оказались на другой стороне баррикад. А начиналось это все с того, что, по их мнению, неправильно строили социализм. Как же, у Маркса же написано, что социализм должен победить во всем мире. А тут что-то Сталин говорит о социализме в отдельно взятой стране, ну, не по теории, не по книге. Неправильное строительство социализма. Точно так же, как несколько раньше меньшевики говорили о том, что у Маркса же написано, ну, рабочий класс должен быть большинством населения. Как же, в самой развитой, только капиталистической стране может произойти революция? А у Ленина там что-то про неравномерное развитие, про империализм, про слабую цепь в цепи империализма. Таким образом... Слабое звено в цепи. ...празом, теоретически... Он оговорился. Ну, ладно, не суть. Не, ну да, они были правы, Ленин был неправ, окей. То, что вы построили, это вовсе не социализм. ...чистоплюйство и в прошлые времена... Нет, не чистоплюйство, это называется идеологическая последовательность. Просто они были последовательны, а вы не последовательны. ...оказывала медвежью услугу таким вот теоретикам. И, по сути дела, независимо от их субъективных чаяний и субъективных желаний, ставила их по другую сторону баррикад от революции. Ну, видимо, Маркс, он тоже в какой-то момент оказался по другую сторону баррикад. То есть Маркс, видимо, это тоже чистоплюй, который оказался по другую сторону баррикад по этой логике. ...эволюционного процесса от рабочего класса. В настоящее время теоретики и политики левого толка, отрицающие наличие социализма в СССР, как правило, приводят три основных аргумента. Первое. В Советском Союзе не было демократии. А какой может быть социализм без демократии? Второй аргумент сводится к тому, что в Советском Союзе был государственный капитализм. Это, как правило, как раз используют сторонники теории государственного капитализма. Ведущий... Это я. Маркса бы расстреляли при Сталине. Не, ну, знаешь, эти слова приписывают Надежде Константиновне Крупской. Значит, в 37-м году или 36-м она якобы сказала, что если бы Володенька был жив сейчас, его бы арестовали. Ну, его любовника Зиновьева расстреляли же в конечном итоге. Который был, значит, руководитель Коминтерма. Не, ну, Тони Клифф, он опять-таки утверждал Госкап в Совке с левых позиций, да, то есть Тони Клифф, он там троцкистом, по-моему, был каким-то. Но, опять-таки, для того, чтобы констатировать тот факт, что в Совке был государственный капитализм, а вовсе не социализм, для этого не обязательно троцкистом быть каким-то. То есть это просто, ну, очевидно настолько. То есть, ну, если, как бы, если какой-то троцкист говорит, что дважды два четыре, это не значит, что когда мы тоже говорим дважды два четыре, мы все становимся троцкистами автоматически. Это пришло государство, которое точно так же эксплуатировало трудящихся. Ну, и третий. Ну, да, все так и есть. Момент, это то, что был господствующий класс. Опять же, ведет свое начало от работы Джиллоса, лицо тоталитаризма, позже была известная работа Васленского, номенклатура. Вот такой вот образовался господствующий класс номенклатуры. Совершенно верно. То, что вы отрицаете, это то, что вы говорите, что, ой, номенклатура это не класс, ну, это ничего не меняет. Это не является контраргументом, по сути. Который и эксплуатировал трудящихся вместо прежних. Да, в своих интересах. Имея, как бы, свой собственный способ, значит, ну, то есть, по сути, прибавочный продукт, он ведь распределялся так, как решала госноменклатура в конечном итоге. То есть, в совокупности, да, это эксплуататорский класс. Как итог данные деятели классифицируют советское общество. Я, кстати, достаточно подробно раскрывал эту тему еще на прошлом стриме. То ли как государственный капитализм, кто-то говорит о мутантном социализме, кто-то говорит о политоризме, который якобы вот напоминает древневосточное общество, где все младело государство и вот советское общество вроде бы такой же. Кто-то говорит просто о деформированном или еще каком-то неправильном социализме. Ну, потому что социализм по Марксу, это, во-первых, преобладание общественной собственности на средства производства над другими формами собственности, а во-вторых, это прямая пролетарская демократия при полуислевшем государстве. Да, то есть, ну, во-первых, никакого преобладания общественной собственности на средства производства в совке не было, там была государственная собственность на средства производства преобладала. А государственная собственность на средства производства и общественная собственность на средства производства, это не одно и то же. Ну и в общем-то и демократии не было никакой, и государство было достаточно мощным, оно не собиралось никуда и сливать, значит, исчезать. А теперь разберем по пунктам, указанные выше аргументы. Первое. В Советском Союзе не было демократии. А почему он не упомянул про собственность на средства производства, почему он про самое главное не сказал? Ну позвольте, во-первых, как мы с вами помним, демократия это понятие классовое. Не бывает абстрактной демократии для всех. Нет, демократия это понятие политическое. Демократия либо для трудящегося большинства, коей является диктатура пролетариата, либо демократия для паразитического меньшинства, коей при капитализме является диктатура буржуазии. Да, про Советском Союзе номенклатура. Во-вторых, даже если мы посмотрим на исторический процесс, а все нужно смотреть относительно, это легко сегодня сидеть на диване или у мониторов теле, или там компьютеров различных и рассуждать о том, что вот неправильно строили социализм. Реальная жизнь дала советскому обществу очень сложное наследство. Кто сказал, что они вообще его строили? Советство Российской империи, где подавляющее большинство населения, а именно 80% населения, было просто безграмотно. Ну это не так, это просто он сейчас обманывает своих зрителей, во-первых. А во-вторых, на излете Российской империи демократии было намного больше, чем в Советском Союзе. О каком вовлечении их в управление в то время речи быть не могло. А как же земское самоуправление? По-моему, он вообще не понимает, о чем он говорит. Советская власть, конечно, не смогла осуществить, скажем прямо, завещание Ленина относительно поголовного вовлечения трудящихся в управление государством, тем не менее, сделала здесь гигантский шаг вперед по сравнению с предыдущим историческим периодом. Да, особенно когда добилось поражения в правах крестьянства и возвращения крепостного права де-факто. Когда земля не раздавалась крестьянам, а объявлялась государственной собственностью, и крестьяне работали на государство за трудодни. То есть, безусловно, это гигантский шаг вперед. Ну, просто можно элементарно вспомнить, что, во-первых, сложилась система Советов. Как Ленин писал, правда, в другом контексте, как бы шаг вперед два назад. Сами по себе Советы — это гораздо более демократический орган власти. Ну, до момента, когда вы уничтожили физически те партии революционные, которые помимо большевиков входили в состав этих самых Советов. То есть, пока Советы были многопартийными, когда в них входили помимо большевиков еще и левые эсеры и анархисты, ну, можно сказать, что в каком-то смысле, да, это вот, значит, демократия. Но потом, с момента, когда вы физически уничтожили, в общем-то, все эти партии, которые помимо большевистской партии в эти Советы входили, ну, собственно, о какой демократии может идти речь, вообще о каких Советах? Конечно, могут сказать, что реальная власть сосредоточилась у партий, но я позволю с этим отчасти не согласиться. Безусловно, проблема Советской власти... Сколько стоит скип этого еблана? htps.com.au b.au fxp.h10.com Видеоблогерша была довольно симпатичная, так что мы одобряем шеминг ее в чате. Мы одобряем выдачу кубинского гражданства всем красивым девушкам, вне зависимости от расовой принадлежности. Система евро. Жвачек и джинсов вперед. Спасибо. Спасибо, Леви. Сколько стоит скип? Блин, я не помню, если честно. По-моему, по-высокому... Ну, то есть, у нас сейчас семикратная в приоритете. Ну, часть мы уже посмотрели. Мне просто лень считать, во-первых. А во-вторых, я хочу все-таки досмотреть этот ролик до конца. Да, видео посмотрим по десятикратной. ...власти и проблема ее практической реализации стояла в Советском Союзе. И если возьмем мы, например, поздний этап строительства социализма... Ну да, но от того, что партия называется партия рабочего класса, да, или коммунистическая партия, она такой не становится. Все-все как бы зависит от того, какую политику эта партия осуществляет. Если завтра, там, не знаю, Единая Россия объявит себя партией рабочего класса, значит, а Путина генеральным секретарем, это, ну, не означает, что они, там, заветы Маркса воплощают в жизнь. В СССР 70-е, 80-е годы было бы, наверное, неправильно отрицать, что в значительной степени Советы подменяло политбюро ЦК КПСС. Но, тем не менее... Короче, начинается вбеляние жопой, которое рассчитано на людей, которые плохо знают советскую историю. Даже в те годы, даже в 70-е, 80-е годы, постоянно осуществлялся отзыв избирателей. Чтобы не быть голословным, я просто сошлюсь на конкретный... Отзыв избирателей, кстати, действительно осуществлялся, потому что их, как бы, отправляли в лагеря по политическим статьям, а некоторых расстреливали. Ну, в 70-е, 80-е годы, конечно, меньше намного. Вот. Так что это не оговорка про то, что он говорит, что осуществлялся отзыв избирателей. Увы, это не отговорка. ...цифры. За 70-е годы из Советов разных уровней было отозвано около 4 тысяч избирателей. Я напомню, что сегодня... Да, охуенно. Ну, да, опять-таки, даже если мы оставляем за скобками то, что это оговорка, отзыв депутатов происходил не по инициативе рабочих масс снизу, а по инициативе партийного руководства на уровне ЦК и Политбюро. Когда, ну, какой-нибудь человек, он работал не так, как от него ожидали, то организовывали вот эту вот кампанию о том, что вот сейчас его снизу отзовут. Так что нет, это все, опять-таки, как бы этот контроль осуществлялся сверху, а не снизу в действительности. Сегодня у нас нет ни одного прецедента отзыва самими избирателями своих так называемых народных избранников. Да, я открою страшную тайну, в Советском Союзе тоже такого не было. Ну, хотя формально это как бы именно так преподносилось, что вот как бы депутат Иванов не оправдал наших ожиданий, поэтому мы его отзываем. Как считается, у нас свободный мандат, то есть их выбрали, и они там уже в своей Государственной Думе свободные от своего народа сидят и делают, что хотят. Второй момент. Мало кто забывает, что помимо так называемых сталинских репрессий... Ну, да, можно сказать, что это буржуазные выборы, это все очень плохо, но дело в том, что на российских выборах в Российской Федерации у тебя есть возможность проголосовать за разные партии. А в Советском Союзе такой возможности не было, потому что была однопартийная система. То есть в этом смысле можно сказать, что там, не знаю, в Северной Корее больше демократии, потому что у них больше, чем одна партия в выборах участвует. У них помимо там правящей партии рабочей, есть еще несколько партий, которые тоже участвуют в выборах. О масштабах которых и о существе которых мы уже неоднократно на этом канале говорили, не буду повторяться, существовали и партийные чистки. Конечно, для людей... Опять-таки партийные чистки, как бы, они инициировались, они не снизу, а сверху. ...которые страдают болезнью либерализм головного мозга, любое слово чистки означает, что, ну, что такое чистки? Ну, это когда приходили, ставили к стенке и расстреливали. Что же это может быть еще, если речь идет о Советском Союзе? Но в действительности, если... Ну, в основном, да. Можно почитать про судьбу, значит, министров первого ленинского совнаркома, которые дожили до 37-го года. Можно почитать про разные там среднеазиатские бюро ВКПБ, там, что стало с людьми, которые в эти бюро входили. Ну, да, в основном в финале действительно все происходило таким образом, что человека ставили к стенке и стреляли в затылок, буквально. То есть можно посмотреть просто биографии вот этих всяких революционеров выдающихся. У них в графе смерти очень многих, там, 37-й год. Статистика была подведена на эту тему, да, что там руководящие кадры при Ленине, как у них потом дальше судьба складывалась, как складывался их дальнейший жизненный путь. Основная масса, они в 37-м, значит, 38-м году, 36-м году, они были расстреляны. Если посмотреть документы, посмотреть и партийные уставы, и партийные... Причем после снятия и расстрела Ежова, террор, он не прекратился. При Берии там достреливали тех, кого не достреляли при Ежове. Еще уже в 40-м, 41-м году. ...съезды и просто архивные материалы, то вы увидите, что партийные чистки есть не что иное, как высшая форма демократизма. Когда... Нет. Инициаторами партийных чисток выступало политбюро. Поэтому никакого демократизма в этом не было. То есть, если король издает указ о том, что какому-то чиновнику, проворовавшемуся, нужно отрубить голову, это не является проявлением власти народа, то есть демократии. Поэтому, ну, все то, что сейчас он в ролике говорит на протяжении 10 минут... КОНЕЦ